Механические явления Мы сказали, какое движение называется равномерным, что такое траектория, что такое путь, что такое скорость равномерного движения. То сегодня мы начинаем более глубокое рассмотрение механических явлений. Мы будем говорить о причинах движения или о причинах изменений в движении. Тема урока звучит так. Инерция, точка, взаимодействие тел, взаимодействие тел, точка, инертность. Два очень похожих слова, но смысл у них разный. Инерция и инертность – это не одно и то же. Домашнее задание. Я сегодня уезжаю на турнир юных физиков в Запорожье. И следующий урок у нас в пятницу, только не завтра, а через неделю, 29 числа. Значит, на 29 число домашнее задание. Конспект. По учебнику Пёрышкина, возвращаемся к Пёрышкину. Параграфы 17 и 18. В задачнике Кирика для седьмого класса решить задачи с номерами с первого по четвёртый начального уровня. Это совсем простые, это вопросы даже, а не задачи. Первый-четвёртый начального уровня. Пятый и шестой среднего уровня. Всё письменно отвечаем. На странице 21. Кроме того, там же в Кирике задачи 3А, 5А, 6А. Номер 3А, 5А, 6А. Это уже достаточный уровень на странице 22. Это на 29 число. Так что физики целую неделю у нас не будет. Записали? Ну, а теперь слушайте и не говорите, что вы не слышали. Две с половиной тысячи лет назад приблизительно, греческий учёный, фамилия которого Аристотель, вам знакомо это имя? Именно он ввёл слово физика в наш язык, только, конечно, по-гречески, физис. Аристотель пришёл к выводу, который очень, на самом деле, естественный, но с точки зрения физики неправильный. А именно, Аристотель считал, что для того, чтобы тело двигалось, на него обязательно должны действовать какие-то другие тела. То есть, другими словами, «Действие тел – причина движения». Так и запишем. «Действие тел – причина движения». Слово «движение» подчеркнём. Откуда Аристотель пришёл к этому выводу? Из повседневного опыта. Например, посмотрите на эту картинку. Лошадь тянет телегу. Лошадь действует на телегу. Благодаря этому телега движется. То есть, получается, действие лошади – причина движения телеги. Лошадь перестанет тянуть телегу. Телега останавливается. Вот такой факт экспериментальный привёл Аристотеля к выводу, что действие других тел – причина движения. И вот через много лет после того, как Аристотель выдвинул вот эту идею, другой учёный, итальянский учёный, Галилео Галилей, знаменитейший учёный, Галилео Галилей, опроверг утверждение Аристотеля. Вообще, Галилей был революционер в науке. Он сделал очень много таких открытий, за которые отправляли на костёр. Например, во времена Галилея считалось, что все небесные тела идеальны. А идеальные тела должны иметь обязательно сферическую форму. И тут Галилей, изготовленный своими руками, изобретённый им телескоп, наблюдает Венеру и видит, что она имеет форму серпика. Это противоречит учению церкви. Самое страшное, Галилея открывает пятна на солнце. Непогрешимое солнце, оказывается, имеет пятна. У Галилея были большие неприятности, связанные с его теорией строения мира, но мы поговорим о других вещах. Мы поговорим об опытах Галилея, в которых он опровергает положение Аристотеля о том, что причиной движения является действие других тел. Мы повторим сейчас опыты Галилея. Кстати, Галилей был первым учёным, который ставил опыты. Все остальные учёные ограничивались наблюдениями. Сейчас мы с вами повторим опыты Галилея. Они состоят в том, что мы будем скатывать шар с наклонного жёлоба. И будем предоставлять этому шару дальше двигаться в различных условиях. Итак, опыты Галилея. Сделаем сначала рисунок. Вот наклонный жёлоб. С него скатывается шар. Пока вы рисуете, я эту установку соберу. Вот наклонный жёлоб. Для того, чтобы шар скатывался всегда из одного и того же места. Вот здесь есть такая стартовая площадка. Теперь вот сам шар. И здесь у нас ящик с песком. Обратите внимание на высоту этого ящика. Он заполнен песком. И высоту вот этой коробочки. Для чего я это сделал? Для того, чтобы высота, чтобы угол наклона плоскости был всегда один и тот же. Итак, в первом опыте у нас здесь будет песок. Скатываем шар. Шар проехал сантиметров 10 и остановился. Шар отсюда дошёл примерно до сих пор. Теперь давайте изменим условия опыта. А именно, пусть у нас шар скатывается не на песок, а на полотенце. Значит, я на одну и ту же высоту опускаю и левый, и правый края наклонной плоскости. Для того, чтобы сохранить угол наклона. И теперь постелю полотенце. И повторяю этот опыт с полотенцем. Вот сколько прокатился шар. Сантиметров 40. Это первый вариант опыта. Вот второй вариант опыта. Полотенце. Шар скатывается с той же самой высоты. Разгоняется. Вот его пунктирное положение перед тем, как он въезжает на полотенце. И прокатывается гораздо дальше. И, наконец, третий вариант опыта. Убираем полотенце. И предоставляем шару просто скатываться по гладкому столу. Внимание. Отпускаем. Как вы видите, шар даже не остановился. Третий вариант опыта. Начальное положение то же самое. Перед въездом на стол шар находился в этом положении. Здесь я нарисую его, но поставлю стрелку. Движение продолжается. Движение продолжается. Дальше. Здесь у нас гладкий стол. Это экспериментальные данные. А теперь давайте рассуждать. Что заставило шар остановиться, когда он въехал на песок или на полотенце? Пожалуйста. Неровность поверхности. А что происходило с шаром из-за того, что поверхность неровная? Пожалуйста. В песке образовывались небольшие ямки. Ну, ямки, да. Скажи, пожалуйста, а песок действовал на шар как-то? Действовал. Мы говорим, что песок тормозил шар, так? То есть мы наблюдаем действие песка на шар. А если вместо песка взять полотенце, почему шар укатился дальше? Что вы думаете по этому поводу? Почему? Полотенце не может менять свою форму. Оно не так сильно тормозит. Оно не так сильно действует на шар. Полотенце – тело, которое действует на шар. Песок – тело, которое действует на шар. И, наконец, когда на стол шар выкатывается, он продолжает свое движение, замедляясь очень не спеша. Замедляется он, потому что стол тоже действует на шар. Но это действие еще слабее, чем действие песка и действие полотенца. Физики всегда заглядывают еще дальше, за горизонт. А если бы стол вообще не действовал на шар, если бы он был идеально гладкий, как вел бы себя шар? Пожалуйста. Шар бы катился с той же скоростью. Шар бы катился с той же скоростью. Ты здорово это сказал. Катиться с той же скоростью – значит сохранять свою скорость. В каком случае? Если на шар не действует стол. Ты хотел что-то добавить? Да. Он будет двигаться с такой же скоростью, если у него потом что-то не подействует. А, ну конечно, да. Если на него потом что-то не подействует. Например, я его в руку схватил, начал действовать на шар и начал изменять его скорость. Я остановил шар. Итак, мы с вами приходим к выводу, что если на тело не действуют другие тела, то это тело сохраняет свою скорость. Но только здесь есть одна тонкость. Скажите, пожалуйста, сейчас на шар действуют другие тела или нет? Конечно, земля тянет шар вниз. Если я отпущу его, он под действием земли, кстати, он под действием земли меняет свою скорость. Так разгоняется. Сейчас земля продолжает действовать на шар? Да. А почему же он тогда не меняет свою скорость? Песок его удаливает. Песок тоже действует на шар. Но посмотрите. Если бы не было ни песка, ни земного шара, и где-то этот вот бильярдный шар находился в глубоком космосе, он, наверное, сохранял бы свою скорость. И сейчас он сохраняет свою скорость. Нулевая скорость – это тоже скорость. Но только он сохраняет свою скорость, потому что действие земного шара, притяжение земли, скомпенсировано действием песка. Или другой пример. Возьмем вот такой шарик, подвешенный на нити. На него по-прежнему действует земной шар, тянет его вниз. Если я перережу нить, то шар начнет падать. Значит, в этом случае и в этом случае на шар действуют другие тела. Земной шар и нить, земной шар, тянущий его вниз, и песок. Но только эти два действия друг друга взаимно уничтожают или, говорят, компенсируют. Поэтому мы с вами сейчас сформулируем положение, которое учитывает также и случай, когда на тело действует несколько тел, но действие этих тел скомпенсировано. То, что мы с вами наблюдали, явление сохранения скорости телом, когда на него не действуют другие тела или действие их скомпенсировано, называется инерцией. Инерция – это явление, это явление, физическое явление. Давайте сформулируем, что это такое. Инерцией называется явление сохранения скорости телом. Инерцией называется явление сохранения скорости телом, если на него не действуют другие тела. Явление сохранения скорости телом, если на него не действуют другие тела или действие их скомпенсировано. Вот что такое инерция – это физическое явление. Ну а если на шар действуют другие тела? Вот сейчас я отпускаю этот шар, на него действует земля. Что происходит с шаром? Как только я его отпустил, он был неподвижен, но со временем его скорость становится все больше и больше. Следовательно, что можно сказать о причине, которая действует на этот шар, о действии земли? Она является причиной чего? Причиной движения или причиной чего-то другого? Попробуй, Егор. Мне кажется, она является причиной притяжения шара к центру земли. Хорошо, шар притягивается к центру земли, то есть земля действует на шар. Из-за того, что шар притягивается к центру земли, что с ним происходит, если я его отпускаю и предоставляю ему действовать, земле действовать на шар? Что с ним происходит? Пожалуйста. Его скорость увеличивается. О! Его скорость увеличивается или, другими словами, изменяется. Так смотрите теперь, в чем же разница. Аристотель утверждал, что действие тел – причина движения, а Галилей пришел к выводу, что действие других тел – причина изменений в движении. Итак, Галилей – действие других тел – причина не движения, а причина изменений в движении. Слово изменений, подчеркните. Вот в чем разница. Оказывается, что если на тело не действуют другие тела, его скорость остается той же самой. Может быть, нулевой. Тогда это состояние называется состоянием покоя. А может быть, постоянной. Если у тела постоянная скорость, то оно движется равномерно и прямолинейно. А теперь давайте рассмотрим вот такой опыт. У меня есть две тележки, которые могут кататься по столу. Сейчас мы эти тележки поместим на стекло, достаточно гладкое. Оно еще более гладкое, чем лакированная поверхность стола. Для чего я взял еще более гладкую? Для того, чтобы тележки, подобно этому шару, могли катиться практически не меняя своей скорости. И сейчас мы эти тележки соединим между собой вот такой вот нитью. Я согну вот эту пружинку. Это старая рулетка. И надену петлю из нитки. Таким образом, пружинка эта окажется в сжатом состоянии. О, теперь я их размещу на одинаковом расстоянии от краев стекла. С одной стороны я помещу вот эту коробку. С другой стороны помещу вот эту коробку. Измерю расстояние между коробками. Оно оказалось у меня 82 сантиметра. И там, где 41 сантиметр, я положу кусочек мела. Вот, посерединке. Значит, я предоставлю обоим тележкам, обеим тележкам, возможность двигаться от середины стекла. Сейчас тележки едва-едва прикасаются друг к другу. Давайте этот опыт нарисуем на доске. Вот одна тележка. Вот вторая тележка. Они одинаковые. Обе находятся на относительно гладкой поверхности. И они соединены между собой вот такой вот сжатой пружинкой. Здесь нить. Сейчас я эту нить пережгу с помощью газовой горелки. Если пережечь нить, пружинка распрямится. И пружинка у меня вот здесь, да? Эта пружинка толкнет вот эту тележку. Значит, эта тележка должна будет поехать в эту сторону. Зажигаем газ. Пережигаем нить. Вы заметили? Во-первых, поехала не только эта тележка, а и эта тележка тоже. А если вы внимательно смотрели, вы могли заметить, что тележки прошли равное расстояние. Они одновременно ударились о края. Какой вывод мы можем сделать, если мы заметили, что поехала не одна тележка, а обе тележки сразу? Пожалуйста. Тема того, что когда одна тележка толкается в такую тележку, то она сама из-за этого едет. Так, ты правильно говоришь, только надо это чуть-чуть более научным языком сформулировать. Пожалуйста. Если какое-то тело действует на другое тело, то это тело противодействует на тело, которое действует на это тело, с такой же силой. Хорошо. Я понял твою мысль. Позволь, я ее сформулирую более четко. Если первая тележка, на которой закреплена пружина, действует на вторую, и поэтому она изменила скорость этой второй тележки, то, как показал наш эксперимент, вторая тележка тоже начала двигаться. То есть, если первая тележка действует на вторую, то вторая действует на первую. Следовательно, в природе не существует в чистом виде действия, а существует, как мы назовем это, взаимодействие. Итак, запишем. В природе не существует только действия. В природе существует взаимодействие тел. В природе существует взаимодействие тел. И сейчас мы этот опыт воспроизведем на нашем рисунке. После того, как мы пережгли с помощью, допустим, свечечки, эту нить, тележки с одинаковой скоростью, между прочим. Они же одинаковые, поэтому какой смысл одной из тележек двигаться быстрее? Они с одинаковой скоростью начали разъезжаться. Пружинка распрямилась, она у нас на левой тележке. И вот скорость этой тележки V1, это у нас первая тележка, это вторая. Скорость этой тележки V2. Тележки одинаковые. V1 равняется V2, поэтому у них скорости одинаковые. Это важный вывод. Но мы заметили также еще один факт. Вы заметили, что эти тележки не мгновенно приобрели эту скорость. Вот если, допустим, видеозапись покадрово рассматривать, мы заметим вот что. Когда пружина распрямляется, тележки плавно набирают скорость до тех пор, пока пружина не перестанет их расталкивать. А после этого они уже движутся практически с постоянной скоростью. То есть мы видим, что, во-первых, взаимодействие существует всегда, не просто действие. А во-вторых, в результате действия одного тела на другое скорость тела меняется не мгновенно. То есть для того, чтобы изменить скорость тела, обязательно нужно некоторое время. Помните, у нас скатывался с наклонной плоскости, с желоба шарик. Он же не сразу набирает скорость, а постепенно. И вот это свойство тела, которое состоит в том, что для изменения его скорости нужно некоторое время, называется инертностью. Инертность. Инертность. Это свойство тела. Свойство тела. В чем оно состоит? Давайте запишем. Инертностью называется свойство тела, состоящее в том, что для изменения его скорости требуется некоторое время. Инертностью тела называется свойство, состоящее в том, что для изменения скорости тела требуется некоторое время. для изменения скорости тела требуется некоторое время. Инертностью называется свойство тела, состоящее в том, что для изменения скорости тела требуется некоторое время. Записали. А теперь давайте опыт, который я с вами провел только что, немножечко изменим. на одинаковом расстоянии от ограничителей. Снова одинаковые тележки, но вторую тележку я немножечко нагружу, поставив гирьку. Давайте нарисуем схему этого опыта. Тележка. вторая тележка, вторая тележка, гладкая поверхность, сжатая пружина. на правой тележке на правой тележке стоит груз. вот такая гирька. мы сейчас пережжем нить. вот середина между тележками, и вот сейчас мы будем пережигать эту нить. скажите, скажите, когда пружина расталкивала тережки, она на каждую из тележек действовала одинаковое время? да. Это же взаимодействие. Как только вторая тележка через пружину перестает действовать на первую, точно так же первая тележка перестает действовать на вторую. Итак, сейчас мы будем с вами наблюдать взаимодействие двух тележек, одна из которых догружена гирей, в течение одного и того же времени. Смотрите, как будут, что будет происходить с тележками. Понятно, их скорости будут меняться, но как? Вы заметили, насколько быстрее эта тележка достигла ограничения? А эта катилась медленно. Давайте этот результат отобразим на рисунке. Та тележка, которая была с гирей, она поехала с маленькой скоростью. Я ее коротеньким вектором изображу. А та тележка, которая была без груза, поехала с большой скоростью. Скорость этой тележки мы обозначили V1, а этой V2. Мы наблюдали с вами, что V1 больше V2. А теперь рассуждаем так. Тележки разгоняются не сразу. На разгон тележек требуется некоторое время. Обе тележки подвергались действию друг друга через пружину одно и то же время. Для того, чтобы правая тележка набрала такую же скорость, как левая, ее, наверное, надо было бы разгонять дольше. Так ведь? Потому что за одинаковое время эта тележка приобрела меньшую скорость. следовательно, скажите, пожалуйста, инертность у этих двух тележек одинаковая? Нет. У какой тележки большая инертность? У вот этой тележки. Значит, у этой тележки инертность больше, больше, а у этой тележки инертность меньше, то есть инертность это свойство тела, которое может быть больше, а может быть меньше. Следовательно, мы можем придумать физическую величину, опусти руку, я знаю, что ты хочешь сказать, мы можем придумать вслед за остальными физиками какую-то физическую величину, которая является характеристикой инертности или мерой инертности. У этой тележки эта величина будет больше, а у этой тележки эта величина будет меньше. Это приятное занятие мы отложим до следующего урока. А сейчас давайте поговорим вот о чем. Скажите, пожалуйста, можно ли мгновенно изменить скорость тела? Нельзя. Для того, чтобы изменить скорость тела, обязательно нужно какое-то время. И это время тем больше, чем больше инертность тела. Поэтому, например, если у вас на вас накатывается какая-нибудь там легкая тележка, например, детская колясочка пустая, вы ее можете остановить быстро. А если на вас накатывается, ну, допустим, тяжелая какая-то вагонетка с той же самой скоростью, то чтобы ее остановить, вам требуется большее время. А есть возможность уменьшить это время? Как? Двигаться на нее. Двигаться? Двигаться на нее. Надо двигаться с меньшей скоростью. Для того, чтобы быстрее погасить скорость при той же инертности, нужно двигаться с меньшей скоростью. Вот почему на дорогах висят знаки ограничения скорости. Для того, чтобы в случае необходимости можно было изменить эту скорость до нуля, то есть остановиться за какое-то достаточно короткое время. И, кстати, при этом автомобиль проедет меньшее расстояние и может избежать аварий. А теперь давайте мы с вами проведем вот такой опыт. У меня есть баночка, картонка и монета. Сейчас я это крупно покажу вам с помощью видеокамеры. так включаем камеру. Вот я положу монету на край банки. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, как я могу поместить монету в банку, не прикасаясь к монете? Выдернуть картонку. А выдернуть, ну хорошо, давай, хорошо, тихо, 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 вот, я выдергиваю картонку, выдергиваю картонку. Нет, быстро, быстро. Быстро? Быстро. А что если я буду не выдергивать картонку, а сделаю вот так, щелкну по ней, вот смотрите. Опс. Понравилось, да? Мне тоже очень нравится этот опыт. Почему мне удалось таким образом поместить монетку в банку? Она не как ты сказал? Не успела разогнаться, то есть она не успела изменить свою скорость. Произошло вот что. Вот монетка, вот картонка. Картонка пошла быстро, а монетка медленно набирает скорость, потому что картонка гладенькая. Для того, чтобы набрать достаточно скорость, нужно определенное время, а у монетки этого времени не осталось, потому что картонка вся ушла. И в результате монетка упала внутрь банки. Вот так. Хорошо. И в заключении этого урока мы с вами сравним инертность двух учеников седьмого физического класса. Так, Воробьев, у тебя самая высокая оценка за последнюю контрольную работу. Иди сюда. Так. Теперь нам нужен кто-нибудь с большей инертностью. Пожалуйста. У нас есть две вот такие тележки. Сейчас вы на скейте умеете кататься? Ну, не так. Ну, я тоже не умею, но ничего. Значит, сейчас мы с вами сделаем такой опыт. Вы оба станете на свои тележки. Вот одна, вот вторая. так, становись ты на эту тележку. Хорошо, ты на эту, а ты на эту. Так, только осторожненько. Так, теперь повернитесь друг к дружке. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Я буду, если что, страховать. Так, все. Я волнуюсь. Итак, вы должны провзаимодействовать. Вместо пружинки у вас есть ваши ладошки. Значит, плавно толкните друг к дружку ладошками. Тишина. Поехали. Ну, что? У кого инертность больше? У тебя инертность больше, потому что твоя скорость изменилась меньше. А у тебя инертность меньше, потому что твоя скорость изменилась больше. Ну, давай повторим еще раз. Можно смелее. Если что, я тебя буду ловить. Я понимаю, что у тебя скорость. Вперед. О, смотрите, сколько ты проехал и сколько ты проехал. Итак, заставляя тела взаимодействовать, у нас есть возможность сравнивать их инертности. Инертность количественная свойство, свойство, которое можно описать числами. Как называется мера инертности, мы узнаем на следующем уроке. Ребята, спасибо, я рад, что вы уцелели. Ступайте, урок окончен.